Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами красотку Диту Фантис. Я сделала специально подборочку ее фотографий, плюс посмотрела интересные факты о ней. Сегодня мы нарисуем, соответственно, лицо, волосы и скорректируем фигуру, нашу уже отрисованную векторную куколку под пропорции Диты, для того, чтобы потом можно было рисовать любые образы. Что я могу сказать интересного об этой барышне? Во-первых, у нее совсем не модельный рост, я навела справки. Она всего лишь ростом 1,63 м, при этом обожает она каблучки, и за счет этого происходит удлинение силуэта. Плюс ко всему, в отличие от обычных женщин, которых мы видим, она у нас носит корсет достаточно интенсивно, при этом ее талия стала еще уже. Если раньше она у нее была изначально 56 см, то есть сама по себе она достаточно миниатюрная, то сейчас корсетами она ее переводит до 42 см. То есть, в принципе, такая пропорция не совсем реальная. И плюс ко всему, была у нее пластическая операция по увеличению груди. К чему я это говорю? Я это говорю о том, что данная фигура не является обычной стандартной натуральной фигурой. Она очень красивая с точки зрения шоу, она очень яркая, очень интересная. И, в принципе, что бы я могла порекомендовать, если вы хотите порисовать позы, если вы хотите порисовать какие-то яркие образы, то Дита вам в этом очень поможет. Смотрите, вот я сделала подборку, да, и видно, она очень красиво позирует. У нее шикарное платье, и, соответственно, ее образ такой действительно кинозвезды. Ну, недаром ее называют королевой бурлеской. То есть, плюс ко всему, она занимается нижним бельем, у нее есть своя линия. Можно прям брать эти образы и срисовывать. Ну, вот посмотрите, красота. Во-первых, здесь и позу видно, и видно, как, где, что. И можно срисовать белье, попробовать это как-то применить, взять отсюда позу. То есть, даже если вы рисуете не ее, то с нее можно взять позы. Потому что это просто прекрасно, то, что она делает с точки зрения картинки, с точки зрения фотографии. Плюс я посмотрела на особенности ее лица, нашла фронтальные фотографии. Сейчас мы их тоже откроем. Собственно, у нее достаточно небольшие губы, сами по себе, да. И особенностью является, что она делает четкий макияж глаз. У нее получается стрелочка, есть под левым глазом, соответственно, как она называется, родинка. Брови она тоже толстыми не делает. И яркая помада на губах. То есть, это вот реально такой откровенный образ кинодивы, которому она стремится и которого она добилась. Достаточно узкие черты лица. То есть, не в классическом понимании сегодняшней красоты, да, а именно вот с точки зрения того, как это выглядит. Вот смотрите, то есть, назвать ее такой вот эталонной красоткой с огромными там коровьими глазами или еще что-то, нет. У нее есть очень четкая направленность в том плане, что она тяготеет к Голливуду 40-х годов, к ретро, к такому. В общем-то, этот образ она воплощает просто шикарно. Поэтому, да, для рисунка, для образа, для имиджа прекрасный совершенно выбор. Если вы хотите порисовать и сделать что-то вот такое, немножко винтажное, яркое, ее надо выбирать, ее надо рисовать, потому что есть что. Вот здесь прическу хорошо видно. Она, кстати, делает в основном холодные укладки, так называемые. Видите, такая толстая, лаконичная кудрик. Кудрик, кстати, делаются они достаточно сложно, там вот этот не такой простой процесс. Вот. Рассказала я вам про ее особенности, да, рассказала, в чем хорошо и чем плохо, поэтому если вдруг вы не попадаете в эти размеры, не пугайтесь. Все-таки она много в это вкладывает. Вот. Так, это я ее открывала. Теперь, соответственно, я сделала подборку, сделала лицо, посмотрела, где хорошо видно волосы и покажу, как я рисую лицо, как можно прям, грубо говоря, переснять, да, тот образ, тот лук, который есть. Мне вот это лицо очень понравилось. Мы сейчас и овал подкорректируем и, соответственно, основные черты нарисуем. Особенность ее еще является то, что у нее бледная кожа, соответственно, вот они, наши четыре девочки, с которыми мы их прокрашивали заранее. Мы выбираем ту, которая с самой светлой кожей. Вот. Можно сразу взять, которая градиентная. Если вам больше импонирует, которая такая, ну, собственно говоря, выбирайте тот вариант, который вам больше нравится для того, чтобы получился образ. Можно сделать комплексное решение. Сейчас, смотрите, я уберу основу и наложу одну на другую. То есть у меня будут и тени градиентные, и при этом сохранится тот градиент, который есть. Так, а руки я, наверное, вот так уберу. Вот. Такие мои тенюшки. Сейчас мы их поместим сюда. По размерам-то они у нас абсолютно идентичные. Так. На передний план. Будет достаточно интересный эффект. Надо только обязательно очень ровно совместить, чтобы оно все... Можно по ушам совмещать, там четко видно. Так. Почему-то, почему-то оно не хочет совмещаться, а мне это не нравится. Вот таким образом. Ушки совместили, шейку посмотрели. По овалу лица тоже все попали. Здесь попали. Здесь вот чуть-чуть есть какой-то выступ. Да, в целом все хорошо. Вот, посмотрите, у меня получилась моя... Давайте назовем ее болванкой. Шаблончик такой, да, который еще пока абсолютно никто. Но сейчас мы его будем делать дитой. И здесь нам нужно будет поменять пропорции тела. Потому что я уже сказала, что у нее пропорции совсем другие. Прикладываю. Увеличиваю. Так, голова. Вот она, голова у меня встала в размер. То есть это вот пример, как переносить на реальные пропорции, да. То есть я сейчас сравняла голову. Теперь смотрим. Действительно ли я ее сравняла, или надо там что-то еще поправить. Да, голова попала. Соответственно. Так, теперь нам нужно переснять основные линии. Линии еремной ямки. Надо немножко поднять у нас более длинную шею. Ну, потому что я рисовала все-таки вот картинную модельку такую, да. А здесь у нас реальный человек. Так, линия талии попала. Линия бедер. Она немножечко стоит под наклоном. Поэтому, да, вот. Так, линия колен. Щиколотка. И окончание туфельки. Вот смотрите, насколько у нас это все по-другому. Так, сейчас я это все скопирую. Чтобы оно было. Выберу слои. Создам новый слой. Помещу на него и заблокирую. Все. Теперь у меня есть эти показатели, но при этом я их не смогу никуда трепыхнуть. Так. Ну, собственно говоря, туловище-то у нас нормальной длины, а вот ноги придется укоротить. Так, как мы будем с вами укорачивать ножки. Берем инструмент прямое выделение. Сейчас немножко по бедрам начну, чтобы бедра поменьше были. Выделяем нижнюю часть. И укорачиваем, соответственно, здесь вот по коленочкам. То есть я сейчас буду по кусочкам это все выбирать и по чуть-чуть укорачивать, чтобы у меня плавность линий сохранилась, чтобы ничего никуда не ушло. Вот пропорции у нас живые рядом стоят. Ну, фотографии, точнее, не совсем живые, да? То есть понятно, к какому состоянию мы хотим это все привести. Так, вот коленка у меня уже достаточно. Соответственно, вот это место будем сокращать в голени. Ванна на щиколотка почти встала на место. Вот видите, как реальность отличается от рисунка. А она даже, даже вот ее пропорции, они не совсем обычные человеческие, потому что там сделаны пластические операции. Да, я специально об этом сказала, потому что, чтобы вы понимали, бывает в этой жизни и такое. Ножки. Еще немножко, наверное, нам надо, да, потому что она на каблучках. Немножко сейчас еще мы покороче их сделаем. Наверное, все-таки вот здесь чуть-чуть я сейчас, вот, встали. Соответственно, если мы будем рисовать на эту ножку туфельку, то у нас получится правильно. Да, вот коленочка у меня встала, вот она здесь на сгибе. Так, по бедру встала, по талии встала. Еремная ямочка встала, тоже вот она. И по шейке я хотела немножко... Нет, шея нормальная. Вот, смотрите, мы нашу девушку, нашу красавицу, диду перевели, собственно, ее пропорции. Потому что вот так, да, и вот можно точку начала, да, вот так сделать. Так, что мы сейчас сразу с вами померяем? Сколько голов получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь голов, это очень хороший параметр. Соответственно, значит, у нее сама по себе голова не очень большая. Класс. Плюс еще там немножечко высота прически, да, дает, она ее тоже наверх. Теперь к этой красотке нам нужно нарисовать один лицо, два прическу. Лицо я буду вот отсюда брать. Это я взяла для референса, но чтобы понимание было, что она делает. Она делает стрелку, она делает ресницы, брови не сильно выделены, носик такой вот очень худой. Обязательно нужно поставить ее родинку, да, и красивые губы. Видите, оно достаточно сильно расплывается, но мне будет достаточно того, что я вижу вот здесь глаз и бровь, и губы. Так, как я буду это делать? Маленький сюрприз для всех. Беру голову, беру фотку, сжимаю фотку до размера головы, чтобы у меня получилась правильная пропорция. Так, еще. Потому что сейчас нужно будет поправить еще и овал лица, потому что он у нее более квадратный. Так, попали? Попали. Монтаж на передний план. Сейчас я ее сделаю немножко непрозрачной. И вот смотрите, видите, ее овал лица и то, что у меня там девчонка. То есть я как бы наложила одно на одно, и теперь смотрю, чем оно у меня отличается для того, чтобы можно было сделать. То есть у нее подбородок более квадратный. Вот нету вот этой вот заостренности, а он квадратненький. Соответственно, мы же не будем ее прям квадрат там рисовать, но некоторую квадратность придать надо. Соответственно, тихонечко, аккуратненько правим форму. Скулы у нее выраженные, но у нас девочка тоже со скулами. Ушки. Вот эта скула тоже немножко должна отойти. И здесь тоже. Если уши прям кажутся очень яркими, можно их там еще как-то поправить. Соответственно, смотрите, вот они глаза, вот он рот. Я бы сказала, что даже немножко великовато это все дело. Вот так. Можно даже еще уменьшить. Вот где-то так. Теперь я сейчас буду рисовать глаз и бровь. Подсказка у меня есть. Она находится, как видите, в фотографии под. И нам нужно правильно переснять глаз, чтобы он четко передавал ее характерные особенности. Как видите, нет такого, что у меня вот прям вот бери глаз, его рисуй. Хотя общий контур какой-то имеется. То есть начну с брови. Она у нее не такая прям ровная, поэтому я ее делаю с некоторыми волнистостями. Не хочу ее делать просто вот... Как бы так это более корректно выразить с такой колбасой. Вот такая бровь. Мы ее потом цвет поправим. Сейчас завела. Теперь смотрите, основа глаза. Это стрелка. Вот она, эта форма. Притом у Диты она идет вот туда наверх с такой большой ресницей. Сейчас я нарисую сначала стрелку. И можно посмотреть ее макияж для того, чтобы было понимание. Вот она, вот такая стрелка. Эту точку я сейчас поправлю. То есть такая яркая, мягкая, очень выразительная. Вообще ее образ, он очень выразительный. И, наверное, этим он и цепляет. Она специально над ним очень долго работала. А нам остается только пожинать плоды. Вот такая стрелка. Что еще у нас будет видно? Конечно же, у нас будет видно вот эту часть. И ее надо нарисовать. Вот эту часть. Сейчас мы посмотрим, чтобы там ничего никуда не перекрывалось. Она будет более такая темная. Это то, что у нас в складку туда уходит более темную часть. Мы ее все-таки нарисуем. Потому что у нас должна быть четкая передача. По цвету, опять же, немножко потом поправим. И она будет у нас сзади. А эта стрелочка, она обязательно должна будет быть спереди. Так, еще бы дополнительно я добавила сюда реснички. Потому что ресницы она клеит. Притом, если посмотреть, она клеит их так, чтобы пучок сюда уходил. Соответственно, не будем ее обижать. А будем повторять ее образ. То есть, помимо того, что есть стрелка, я отдельно нарисовала линию ресниц, которые, соответственно, туда смотрят. Притом, нарисовала их не такими прям тонюсечками, да? А чтобы был общий такой образ. Вот здесь вот точка одна какая-то, как будто бы спуталась. Вот мы ее сейчас уберем. Не должно быть такого. Вот так. Так, теперь будем рисовать сам зрачок. Надо, кстати, посмотреть, какие у нее глаза, по-моему, зеленоватые. Он тоже пойдет в самый низ, поэтому даже если вы сверху немножечко скривите, это не будет иметь большого значения. Вот так. А цвет мы сейчас перетащим из того, какой он там есть. Так, но для начала мы сделаем его контуром, тоненьким совсем, потому что мы нарисовали именно радужку, да? Еще внутри у нас есть зрачок. Сразу могу сказать, что, друзья мои, понадобится некоторое знание анатомии, да? Как это все рисуется. Я рисую, но все равно как бы анатомические знания, они никуда не деваются. Поэтому если есть возможность приобрести какие-то книги, еще что-то, все-таки рекомендую это сделать для того, чтобы было понимание, да? Порисовать отдельно глаза. То есть вектор вектором, а понимание никто не отменял. Так, это будет блик. Я не совсем рисую анатомично, сразу могу сказать. Я рисую скорее, ну вот по-своему, да, какая вот у меня есть привычка. Но это не говорит о том, что вам не надо понимать того, что происходит. И вот здесь нарисую небольшую такую тенюшку. Она обычно есть у людей, которые клеят ресницы, потому что они создают такую тень. Вот она вот здесь будет, она будет совсем не яркая. Просто чтобы вот она была. Тоже ее в самой я сейчас уберем. Вот, собственно. Глаз-то у нас нарисовался. Только он должен быть голубой или серый. Надо посмотреть. У нас сейчас все цвета с непрозрачностью. Соответственно, здесь черный, а здесь блик должен быть белый. Вот такой у меня получился глаз. Видите, я работаю прям прицельно именно с ним. Сейчас убираю непрозрачность. Вот он стал более ярким. Сюда, конечно же, прозрачность потом мы вернем. И можно, в принципе, у брови некоторую прозрачность оставить. Она тогда мягче входит в основу. Ну, вот такой глаз. Так, здесь у нас получается родинка. Кстати, это не настоящая родинка. Кто-то копался, копался в биографии. Мне было интересно, она сделала тут вашу. Но родинка ее отличительная черта, поэтому забывать про нее мы не будем. И теперь губы. Губы тоже можно нарисовать половинку. Видите, я люблю прям приблизить максимально для того, чтобы все было хорошо видно. Но при этом это вот не значит, что только то, что там на фотографии. Конечно же, я рисую с пониманием того, что я делаю. Так, вот здесь и соединили. Сейчас одним контуром нарисую. А потом будем править. Так, здесь мягенько. Когда вот такой острый кончик, его можно убрать, чтобы он не мешался. Здесь у нас будет темная часть. Наверное, это самая сложная часть вектора, когда вы рисуете только вот такие объекты. А потом уже из них все собирается. Когда, ну вот непонятно пока еще, да, какую-то такую ерунду я рисую. На самом деле уже четко есть понимание того, что это будет. Я сейчас рисую объекты, из которых состоят губы. Даже с некоторым нахлестом, потому что я понимаю, что один будет сзади, ну, на переднем плане, второй на заднем. Это вот основная хитрость и сложность вектора, а это блик. Так. Теперь мы можем покрасить это дело. Берем цвет поярче. Она у нас фанатка красных губ, поэтому не будем ее лишать этого. А верхнюю губу часто делают потемнее. Есть такой момент здесь тоже. А вот блик будет белым с прозрачностью, поэтому он гармонично встанет на цвет. Вот такая штучка у нас получается. Сейчас посмотрим. Вот этот уголочек мне не очень нравится, он не должен быть таким острым. Все-таки губы не могут сходиться прямо в точку. Теперь мы его раззеркаливаем. Теперь мы его раззеркаливаем. Мы рисовали половинку. Так, блик будет только по одной стороне. И собираем. Отодвинуло далековато. Да, вот так хорошо. Собираем это, собираем это, собираем это. Так, сейчас я это уберу на задний план. Бличок все-таки поярче немножко на губе. Блик объем задает. Так, и вот эту форму тоже немножечко подкорректируем. Как видите, очень много работы вот именно с точками, когда не совсем понятно, что там такое. Вот она здесь происходит. Так, давайте посмотрим. Да, вот она губа получилась. Теперь мы берем наш глаз. Берем центр губы. Центр, мне нужен центр. Чтобы это был центр и ее туда. Так, глаз с бровью. И вот так вот по центру туда. Да. Вот у нас получилось. И носик, 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 носик. Я бы нарисовала его буквально, прям чуточку. Но ей требуется, потому что у нее прям такой нос красивый. Она явно на этом делает акцент. У нее вот блестящая вот эта часть. Сейчас не бойтесь, его не будет так ярко видно. Нужно просто его собрать. Он должен быть правильно размещен. Соответственно, это будет более светлая часть. Вот так его оставим, что он там есть. А потом уже на основу его сделаем. и дырочку носа, ноздрю сюда. Здесь главное сделать это очень тонко, чтобы не получился росеночек хрю-хрю с носом, да. Надо быть прям идеально аккуратным. Сейчас перенесу еще на основное лицо, будет понятно, получилось у меня или нет. По цвету надо ли что-то править. Вот смотрите, у меня получилось лицо Диты. Сейчас мы его возьмем. Мне еще вот этот контур нужен. И вместе со всем этим поместим на нашу куклу. Так. Как видите, сейчас надо будет немножко там основку поправить. Потому что у нас тут поправились точки. Все, сейчас выправим. Переживать не надо. Вектор вообще, вот он тема, наверное, отличается от рисунка от руки, когда в рисунке от руки вы сразу все задаете. Вот как сделали, так и сделали. А тут нет. Тут можно очень долго действительно что-то менять, действительно что-то настраивать. Там даже если вы уже все нарисовали, можно там войти, провалиться в какой-то там объект, что-то поправить. Это как бы нормально считается. Так, шея. Шея должна уйти вниз и не смущать меня своими тенями. Своими тенями так убираю основной вот этот контур. Нет, не этот. Красный. Так. Возможно, понадобится убрать вот это. Да. Оно нам не нужно. Что там у меня с носом? Вот нос нужно сделать чуть-чуть светлее. взять основной тон и сделать его прям светленьким. Может быть, даже сделать белым и вот прям еле-еле прозрачным. Потому что нос у нее все-таки видно. Да, вот так вот. То есть он как бы есть, но его как бы нет. Вот эту часть лучше сделать более холодного оттенка, более такого сероватого. Будет смотреться благороднее. Так. Вот у нас получилось лицо. Похоже, да? С тем, что есть. По бровям, по бровям. Я думаю, что нужно немножечко их поднять. Вот так. И сделать чуть-чуть их в стороны. Раз. И два. Вот такая штучка у нас получилась. Пока смотрится, конечно, странновато. И, по-моему, немножко я... Да нет, похоже. Вот смотрите, сюда сравниваю. Здесь у нее темненьким. Так. Так. Возможно, глаза... Я вот на что сейчас смотрю, на пропорцию. Вот эти части нам нужно немножко сдвинуть. Тогда будет лучше. Вот так. Ну, тоже, чтобы вот она пропорционально получилась. Да. Здесь фотография немножко снизу. Видите, мы видим нижнюю часть. Поэтому сложно немножко. Да-да-да. Да-да-да. Так. Теперь попробуем ей нарисовать волосы. Можно взять волосы отсюда, а можно вот отсюда. Отсюда мне даже больше импонирует. Поэтому я сейчас возьму просто скопирую эту картинку вот сюда. И волосы мы будем также рисовать отдельно. Сейчас снимем основные линии, а потом уже будем прокрашивать и править на фигуру. Добавляю новый слой. Остальные блокируем. Вот такое у меня мое лицо. Что мы будем рисовать? Нам нужно нарисовать именно вот эти локоны. Они у нее очень красивые. Соответственно, их и будем изображать. изображать буду большими объектами. Подчеркиваю форму. Вообще, я уже пробовала рисовать похожего рода холодные укладки. Они красиво рисуются и достаточно просто. Потому что, когда у нас, например, кудряшка типа мериды какой-нибудь, вот там сидишь и эти локоны долго. А здесь они отличаются тем, что они более слитые. То есть уже изначально оно таким вот блоком идет. надо показать, что тут все-таки волна. Так, теперь задний план. Потом еще дадим блики. Будет вообще изумительно. Будет вообще изумительно. Так, теперь здесь. Значит, смотрим. здесь идет часть сюда. Вот он локон. И эту часть надо оставить. Здесь идет часть внутрь. И вот эту часть мы тоже прорисовываем, чтобы получилась правильная форма. Тут нужно и лаконичность соблюсти, и при этом передать структуру и суть прически. Поэтому. Так. И теперь смотрите блики. Вот он блик. Вот он блик. Вот он блик. Ну и прям видно, да, там где волосы у нас блестят. Вот здесь блик идет. Вот здесь есть блик. Вот таким образом. Так. И еще блик есть вот здесь. Вот. Все мы пересняли. Получили вот такую шевелюру. Знаешь, что пока может быть немножко непонятно. Сейчас мы ее снимем. Уберем все ненужное. Вот. И теперь смотрим. вот эта часть, она будет у нас максимально темная. Ее ее же цвет волос и заберем, да. Вот он максимально темный цвет. Соответственно, его будем применять в других частях. В других частях. вот здесь цвет. Он чуть более светлый. Кстати, у нее оттенок волос достаточно холодный, что тоже не совсем естественно. Украшенные волосы. Так. Сюда оттенок. вот сюда надо сейчас будет темноту добавлять. То есть вот этот должен быть более светлым тоном. Вот этот должен быть более темным тоном. А вот этот должен быть опять более светлым. мне не хватает тут кусочка. Сейчас мы его дорисуем, чтобы оно правильно легло. Вот так. Возможно, вот этот светлый тон и вот этот светлый тон нужно чуть-чуть засветлить. Чуть-чуть. Вот так. Так. Здесь у нас с вами темный тон. Темный тон. И здесь чуть более светлый. А это блики. Блики тоже будут единым цветом. Вот такими они сероватыми будут. Можно им немножечко дать прозрачности. Они тогда более глубоко войдут в волосы. Не будут так прям ярко бросаться в глаза. Сейчас мы эту всю красоту перенесем в нашу куклу. Где-нибудь парик так сказать. Посмотрим сейчас. Так 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 здесь да 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 нужно будет подрисовать еще одну часть. Это еще не все волосы. Это только вот мы взяли основу. Так. Чтобы между собой стыковались. Чтобы лучше пусть будет чуть внахлёст чем будут дырки. да собрали все это на чем-то мне напоминает белоснежку как вороного крыла. так что у нас там неправильно давайте смотреть что мне не нравится и почему оно так выглядит во-первых мы ее немножко теперь будем опускать вот он оригинал вот он мой рисунок сейчас будем править увеличивать линию роста волос и все 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 прочее так а вот здесь вот как раз эта дырка про которую я говорила нам нужно сделать так чтобы у нас сзади были были волосы волосы вот так какой ну что это такое а ну да вот этот кусок мы берем и помещаем его ровно под куколку таким образом у нас получается что за шеей как будто бы есть волосы уже все смотрится лучше так теперь приближаем нашу куклу и продолжаем править волосы потому что есть огрехи все не идеально мы будем ее выправлять здесь хочется чтобы было побольше такие локоны были красивые собственно их и передаем так что у нас здесь за острый уголочек который мне не нравится мне не нравится что вот здесь острит да так 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 должно идти вот этот цвет не видно и это не про правильно соответственно добавим еще один оттенок чтобы его было понятно так здесь добавим локон черный да вот она формируется формируется сюда сейчас круг такой вот должен быть вот так вот так то есть мы формируем дополнительно форму для того чтобы была видна вот эта вот ну как правильно сказать волна формируем который идет у нее по волосам чтобы она у нас хорошо передавалась сейчас мы еще дополнительно ее усилим то есть мы сначала первичную нарисовали теперь мы ее дорабатываем здесь вот видите немножечко не хватает нам объема тоже сейчас это поправим то есть у нее с одной стороны волосы спадают на лицо а с другой наоборот лицо видно надо сделать так чтобы не казалось что она как будто очень скуластая то есть надо прям вот мягко это провести так здесь 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 так а вот там что у нас за дырка не доходит дырки быть не должно так смотрим и я думаю что сейчас задам еще одну линию которая будет формировать объем по краям именно волос давать такой темный контур который позволит сформировать именно этот объем прически так и здесь тоже вот она пошла 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 сюда перешла так так мне кажется здесь передлинила немножечко его уберем часть как видите идет постоянная постоянная доработка над тем что получилось у меня часто такое бывает то есть я смотрю что получается потом дорабатываю к сожалению сказать какой-то вот такой единый совет что типа здесь сделайте так здесь сделать так я не могу это но нет у меня его так ну что посмотрим да очень очень даже похоже чтобы я добавила и чего мне не хватает во первых я считаю что я излишне сблизила глаза поэтому сейчас удалим давайте именно в глаза так излишне приблизили это плохо так плюс ко всему поскольку у нас такая интенсивная прическа хочется чтобы на коже была дополнительная тень при этом тень которая формируется волосами то есть она должна вот так вот пройти и ее немножечко затянуть по краю лица потому что волосы это формируют соответственно вот таким образом так тень должна быть совсем легкая полузаметная ну зампись уже вот так так мы опустим это вниз немножечко над лицом вот и еще добавим прозрачности то есть она там вроде как есть вроде как формируется вот эта часть мне не нравится не должна у нас лысинка никакая светится и здесь тоже ничего светиться не должно здесь ничего не должно топорщиться так хорошо еще бы я вот здесь чуть-чуть притянила то есть вот по ушку и вот сюда вот таким образом чтобы у нас там сформировалась тоже тень ушечка так отмена вот она не утонула но осталась видимой да вот видите тенюшка такая давайте давайте еще раз посмотрим что я думаю нам не хватает носа и возможно действительно нужно нос все таки добавить все таки добавить все таки добавить так нет стало хуже во-первых мне не нравится что у нас разные цвета вот и сейчас добавим маленькие крылышки вот сюда идет крыло оно очень большое сейчас у нас получится сейчас посмотрим вот так так не пугайтесь опять же яркости это все сейчас будет исправлено так он у нее достаточно маленький поэтому еще сжимаем и теперь прям их делаем еле-еле-еле заметными сейчас посмотрим что у нас получается дает ли нам это нужный эффект или нет нет потому что можно к одной из бровей все таки привести его так так посмотрим дает ли это нам эффект мне кажется что да может быть даже с одной стороны попробовать да да и вот эту тень сделать таки поярче легкий румянец на щеках вот чего нам не хватает чтобы она заиграла чтобы она заиграла снять с нее этот цвет такая вот щечка и его сейчас заберем вот такой можно этот цвет положить полупрозрачно на нее есть есть у нас такая функция называется она градиент с одной стороны его сделать прозрачным а с другой стороны сделать его нашим цветом так так и сделать его плавным плюс еще добавим ему не прозрачным не проза общей непрозрачности и будет вообще хорошо там такой румянчик который там как-то есть и как-то его нету то есть он плавно начинается и понемножечку туда расходится так делаем симметрию там тоже он есть то есть в чем-то это такая вот художественная штучка которая что таки чтоб все таки было видно что там щека у нас тоже с румянцем если совсем такой же то не получается полный эффект с нуля чтобы начался и вот так вот так давайте посмотрим грубовато смотрится сейчас мы его немножко смягчим смотрится грубовато вот с этого края а соответственно там тоже дадим ему степень непрозрачности чтобы он помягче туда уходил вот такой вот эффект посмотрим будет это нет не лучше это верну обратно думала будет лучше не лучше значит добавим непрозрачность вот так 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 я думаю что надо немножечко немножечко колдануть и кое-что опустить а именно чуть-чуть совсем чуть-чуть опустить глазки вот так сейчас сравню попала ли я да да только теперь чуть-чуть поднимаем нос видите длительный процесс я вошла в состояние перфекционист а это значит то что я сейчас буду ее мучить до состояния посинения пока мне не будет нравится это может быть надолго так по подбородку да по носу да по глазам да и лоб у нее достаточно объемный ну что в принципе да теперь мы можем нашу красотку поставить в правильную позу давайте сейчас это сделаем возьмем нашу красотку что я обожаю вектор всегда можно вот так вот взять и все сделать удобно так что у нас есть у нас есть прекрасная очаровательная дита сейчас ручку я ей отведу от тела чтобы тело можно было шевелить так так это одна это вторая шевелю я плечевого сустава вспоминаем анатомию здесь вот у нас плечико так далее что у нас с вами можно прям прорисовать смотрите линия плеч горизонтальная линия талии туда пошла и линия бедра пошла сюда при этом от точки еремной ямки до щиколотки до задней ноги все попадает сейчас я сделаю все это цветом чтобы было видно что я тут нарисовала вот смотрите эй ку-ку улетела на другой слой и не хочет показываться хорошо сейчас я сделаю вот так так точно будет видно вот соответственно вот эта линия это линия контрапоста а вот это то что называют эскорф вот она идет от еремной ямки через центр сюда через центр и вот сюда приходит так и вот сюда вот вот такие у нас волшебные интересные линии то что все везде рисуют я вам могу тоже показать и нарисовать так взяла она у меня и слилось в единую целую зачем ведь не просила случайно попала не туда куда нужно вот она у меня слилось делает вид что она единый объект хотя не просила об этом совершенно так отрезали и тут отрезали и хочу сделать ее другим цветом чтобы было понимание что это одна линия это другая вот соответственно вот эту вот кривизну нам надо сделать у нас пойдет вращение вот от этой точки то есть у нас должна талия пойти выбираем в пупок ставим центр и ну-ну-ну-ну в пупок центр я поставила не надо и поехали вращать девчонку вращаем бедра встали талия встала здесь все как ровно было так и осталось так теперь мы берем нашу с вами ногу возьмите только целиком обязательно ставим в точку бедра и начинаем ее сюда приводить смотрите да там чтобы ничего не вылезало привели так пока она у нас выделена мы ее уводим назад это будет задняя нога так а эту ножку будем сейчас выставлять согласно тому как она у нас на эскизе это здесь правильно а вот от коленки будем ее вращать сюда значит помечаю точку и вращаю теперь проверяю чтобы девчонка не падала если она будет падать мне нужно будет она у меня падает видите вот она моя линия синяя как вот здесь вот она и нога должна быть сильнее заведена она у меня падает раз девочка падает значит надо ее поправить если довести вот таким образом так и еще что обычно здесь делают вот вот эту ножку она немножко ее отставляет в сторону видите вот она у нее отставлена соответственно мы ее тоже сейчас отставим у нас просто не туфелька не одета не так видно вот так вот он носочек будет той задней ножки ее можно наоборот чуть-чуть сюда наклонить как бы такой какая-то там первая позиция у нас вот так вот смотрим видите здесь пошло вот они коленки узкие узкие у нас вот они бедра здесь надо поправить линию это некрасиво соответственно и здесь поправить линию вот эти две точки так просто чуть-чуть поправляем потому что там вылезло ненужное мы это все вставляем туда где оно нужно там чтобы оно нам не мешалось вот так и основу и вот эту часть тоже вот таким образом проправляем здесь тоже проправляем если не хотим смещать то мы можем сделать следующим образом здесь точка одна точка вторая точка а эти две уберем таким образом у нас не рассыпется вот так кривизна которая есть сзади в другой стороне так и опять правим линию бедра чтобы она была более четкая более правильная сейчас здесь тоже поправим линию чтобы вот эта часть стала в свое место и сюда я добавляю сюда я добавляю точку и эту точку немножечко выношу вот теперь что у нас дальше она делает смотрим на руки да как у нас сделаны руки соответственно вот эту часть выбираем сюда вниз и уводим соблюдаем наклон как здесь теперь выбираем эту часть сюда сюда к бедру а потом у нас ладонь с вами должна повернуться при этом мы можем немножко сократить руку почему потому что у нас все таки есть некоторая перспектива и локоть у нее не просто в сторону оттопырен да а уведен немножечко назад таким образом эта часть руки смотрится чуть-чуть короче так и вот так вот сюда так тихо-тихо сюда тоже поворачь ну поворачивайся ну что то поворачиваемся одна рука и вторая тоже у нас на бедре она видите еще сильнее уведена назад но локоть будет выше соответственно мы все это выбираем угол у нас больше вот таким образом так теперь от локтя крутим ее прийти она у нас должна на наше с вами бедрышко вот тоже я немножечко сокращу сокращаюсь и с тем что она у нас туда назад уходит так и здесь опять выбираем вот таким образом вот у нас получилось наша с вами дита может быть даже еще ярче можно сделать позу чтобы ее бедро стало туда еще ярче вот так потому что у нее прям она шикарно стоит не даром она танцовщица стоит просто шикарно вот так вот прям бедро и прям вот ноги сюды еще даже можно вот это место еще вот так вот так красота вот наша девочка готова можно на нее нарисовать красивое платье и она в нем будет пролезна почему поменялась пропорция руки я думаю что вы поменимаете да это было сделано с целью для того чтобы показать что она немножечко в перспективе вот наша динамичная куколка в действии и теперь мы можем на нее создавать самые разные наряды и образы и